Приветствую вас, Галина. Прочитал ваш вопрос. Я понимаю ваши переживания за дочь. Вот, я понимаю, что вам тяжело видеть, как она, например, теряет свой потенциал. Теряет свои возможности, теряет то, что у нее есть, вот, и, соответственно, меняет это на какие-то другие абсолютные истории, меняет это на, ну, выпить какую-то тортов, на домохозяйственную какую-то работу, вот, в пользу того, значит, чтобы быть, вот, наверное, смужен, да, чтобы быть дома, где-то, ну, где-то, еще, вот так примерно. Я понимаю. Но у меня сложилось такое ощущение, что вы считаете обучение дочери чем-то своим собственным, и вы не считаете, что дочь вправе распоряжаться своей жизнью сама, и вы не считаете, что дочь вправе получить и прожить любой опыт, который, ну, который ей, вот, предоставится, так же сама. И мне кажется, что вы не считаете, что дочь вправе распоряжаться своими ресурсами так, как хочет она, а не вы. И вас это, то, что она как-то вот распоряжается своими ресурсами, и вас это почему-то задевает, задевает вас это настолько, что вы, вот, соответственно, ну, вот, спрашиваете, спрашиваете, а дома для этого ли она училась, для того ли она училась. Вот. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, есть момент, когда вы пишете, что они совершенно не думают о детях. А почему, Галина, вы считаете, что они должны думать о детях? То есть, такое ощущение, да, что вы, вот, свои взгляды, свои представления, как бы пытаетесь, ну, вот, инкриминировать, инкорпорировать дочери. То есть, чтобы она это делала. Вы хотите, чтобы она поступала так, как вы считаете нужным. И переживаете только потому, что она делает то, что хочет. Ну, или, по крайней мере, то, что является ее выбором. И вот это момент, на который вам желательно обратить свое внимание. То есть, дочь живет так, как она хочет. Захочет, например, у нее будут дети. Не захочет, у нее не будет детей. И это ее выбор. А вам, Галина, больше нужно, наверное, заниматься своей жизнью, да? Вот. Мне кажется, они не думают о детях, да? Может быть, не думают. И что? Недавно обзавелись двумя собаками, да? Обзавелись. И что? Я постоянно переживаю за нее. Почему? Понимаете, вот, постоянно переживая за нее, вы, а, считаете, что она сама не справится, б, вы ей не доверяете. Ей не доверяете. Ну, а очень доверяющий, вы добрый человек. И что? У нее нет чуточку хитрости, и за это тоже переживаю. Почему вы считаете, что нет? Почему вы считаете, что она ей нужна? У меня нет доверия к ее мужу. А почему вы считаете, что вы должны доверять ее мужу, если своему мужу доверяет дочь? Вы-то здесь причем, как бы. Она дипломатная, короче, работа работала, все статы пить чего, для этого она училась. Ну, я думаю, в этом смысле имеет основание спросить ее, для чего она училась, и вообще спросить, чего она хочет. То есть, понимаете, вот, вы решите для себя, вы что ставите во главу угла? То, что хочет она, или то, что хотите вы? Если то, что хочет ты, или то, что хотите вы, то берите сами ответственность за то, что хотите вы, и стремитесь реализовать это. Если за то, что хочет она, то позвольте ей решать то, что хочет она, и то, как ей поступают и что делать. Разве нет? То есть, как бы, в чем вот смысл вашего вопроса? Вы говорите про свои какие-то переживания, которые к дочери вообще никакого отношения не имеют, да? Если вы говорите про то, что переживаете из-за того, что дочери не поступают так, как вы считаете? Ну, в общем, а вопрос, а она должна так поступать, и из чего, почему вы так решили? Вот. Мне кажется, что примерно в таком ключе вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. И я надеюсь, что это было полезно вам. Возможно, имеет смысл говорить об излишней привязанности к дочери. Возможно, имеет смысл говорить об излишней привязанности к дочери. Возможно, имеет смысл говорить о том, что вы как-то чересчур близкие со своей дочерью. И имеет смысл говорить о том, что чересчур вовлечены, как бы, да, вот, в то, что с ней происходит. Вот. Если это так, то, как бы, вот, ситуация в таком случае, она целиком и полностью зависит от вас. Она не зависит от вашей дочери. И дело здесь ни в коем случае не в дочери, а дело здесь исключительно только вас. Вот. И в том, как вами воспринимается вся эта история. Очевидно, что вся эта история воспринимается негативно. Но вопрос, он заключается в том, почему вами эта история воспринимается, ну, грубо говоря, негативно, да. То есть, вот, с чем это связано, что негативно вами это все воспринимается. Так что, на мой взгляд, именно в этом направлении вам и имеет смысл двигаться, Галина. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если, значит, вам понравился мой ответ, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация решится самым лучшим образом. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Дубровскому Продолжение следует...